Всем привет! Меня зовут Амир Уайтан, я президент клуба молодых бизнесменов. У нас в гостях Сергей Гладков. Сергей, здравствуйте! Добрый день! Сергей, прежде чем мы начнем наше полезное интервью, такой вопрос. Ваша ключевая компетенция, в чем вы чувствуете свою основную силу? И далее мы уже пойдем по вопросам. Хороший вопрос, я не ожидал другого. Слово компетенция у меня ассоциируется и с их проверкой. И было пару мероприятий, один из них, по-моему, это был директориум, когда меня прилюдно проверяли на компетенции. Была выявлена самая высокая оценка в компетенции лидерства. Я думаю, что это очень близко мне и по духу, и по факту, и, в общем-то, то, что я транслирую дальше и своей команде, и, в общем-то, партнерам, клиентам и так дальше. Поэтому ключевая компетенция, моя личная, если мы говорим обо мне, то это лидерство. То есть, если взять в компании, то есть, вот кто-то в компании, один из партнеров отвечает за финансы, другой партнер отвечает за идеи, за организацию процессов. Вот вы в компании отвечаете, ну, лидерство это как бы общее понятие. А вот в компании за что вы отвечаете? Как лидерство? Амир, мы так не договаривались, вы задаете все вопросы не в бровь, а в глаз. Я серьезно. А в компании, когда ты первое лицо, ты обязан нести ответственность за все. Есть ли специализация, в чем конкретно я, за что я отвечаю в компании, да, это два основных блока, это два коммерческих блока, это продажи и закупки. То есть, одно не существует без другого, и результата всей команды не может быть, по моему мнению, без качественно отлаженного процесса закупки и процесса продажи. Все остальное могут и должны делать специалисты. В общем-то, и эти блоки могут и должны делать специалисты, но у нас так сложилось, где волею обстоятельств, где волею осознанных, осмысленных решений, что за эти два блока отвечаю персонально я. Отлично. А сколько в починении у вас людей? У меня непосредственно на данный момент 5-6, но я думаю, почему-то все мы в Молдавии живем, понимаем, что есть и вакансии. У меня есть на текущий момент одна вакансия, это коммерческий директор. Ну, то есть, собственно, тот, который... Никакой рекламы. Никакой рекламы вообще, никаких сайтов, ничего, конечно. То есть, тот, как раз, который смог бы или должен был бы ввести эти два блока, потому что это чисто вопрос коммерческого директора. А вообще в компании сколько людей работает? На данный момент 22 человека. То есть, и это достаточно просто иногда раздувать штат для того, чтобы было больше людей и, так сказать, процессы были эффективнее. У вас, как я понимаю, меньше людей, но эффективность от этого... Есть такой показатель и, в общем-то... Потому что у меня было ощущение, правда, скажи, что у вас людей больше в компании работает. 22 человека на текущий момент не так давно. Мы поставили во главу угла слово или критерий эффективность. И, в общем-то, по нашему желанию или по стечению обстоятельств, я-то в кавычке скажу стечение обстоятельств, количество людей существенно уменьшилось. А сколько было раньше? В 2015 и в части 2016 года было 78 человек. То есть, вы так хорошо урезали, сэкономили где-то? Чуть-чуть сэкономили, да. Я бы сказал, что больше это произошло с изменением оценки или акцента на эффективность. То есть, мы не стали работать больше, нет, мы, в общем-то, работаем 5 дней в неделю. Да, есть, конечно, какие-то блоки работы, логистика, часть вспомогающих функций, которые работают, в общем-то, более глубокий график. Но основной штат работает 5 дней в неделю, в общем-то, со всеми выходными, отпускными, ну и так дальше. Говорите, а вот что вам помогло? Ну, многие думают о том, что, ну, как мы уволим такого-то человека, ну, а кто за него будет делать? А тут, получается, у вас практически больше, чем в два раза вы урезали штат, от этого не упали показатели? Показатели не упали, более того, я с определенной удовлетворенностью могу сказать, что показатели улучшились, стало короче звено между, то есть, звенья, часть звеньев выпали, и вынуждены те оставшиеся звенья, которые есть в системе работы, они лучше и быстрее стали взаимодействовать. То есть, у нас на 16-й год были ключевые слова, вот у вас где-то я тоже видел, как в форме сердечка, они такой тренд, в общем-то, известный, были расставлены, вывешены везде, и вот там была эффективность. Еще я, конечно, так, вы с вопроса задаете, что не даете времени опомниться, а вспомню, покажу, какие были слова. Ну, в общем-то, 16-й год мы закончили вот на более положительной ноте, хотя он был достаточно тяжелый с точки зрения существенного и вправду уменьшения количества сотрудников. Я достаточно много вижу вашей рекламы, билборды, я вижу достаточно много, особенно вы любите сердечко, то есть, это как вот у вас, наверное, ассоциация с чем-то, то есть, вот, с чем связано такое количество рекламы в городе, потому что реклама Gran Merci, ну, она везде, ты по городу видишь, когда едешь по дороге, ты видишь магазин, ну, то есть, ее очень много. То есть, это какой-то принцип, что мы были везде и нас, как бы, знали, либо это... Ну, на самом деле нет, мы поставили себе в задачу, ну, слово, может, чуть-чуть не точное, но мы поставили в задачу примелькаться визуально, то есть, делается это по правильной продуманной маркетинговой политике, то есть, вначале человек видит ему, запоминается образ, в данном случае это один из самых, по нашему мнению, один из самых запоминающихся образов, это сердце, это красный цвет, и, собственно, потом, приходя на полку, в общем-то, ну, практически любого магазина, почти в любом магазине, ну, в уважающем себя магазине и там, где клиенты приходят, ну, назовем, регулярно, то есть, не какие-то там разовые покупки, маленький магазин, то на полках клиент, ну, с 99% вероятностью должен увидеть это сердце красное и, в общем-то, подсознательно, осознанно, неосознанно, это уже немножко про другие техники, товар купить. То есть, мы поставили задачу запомниться, залечь в душу, а после этого, подтвердив это высоким качеством продукции, упаковке продукции, брендинга, рекламных, поддерживающих мероприятий и так дальше, чтобы покупатель стал лояльным. В общем-то, вот она вся политика и хитрость. Мы не тратим на это много денег, хитрость очень простая, мы еще лет, ну, достаточно давно, лет 10 назад получили авторизацию, то есть, это наши счеты, есть исключение только одна реклама в центре города, которую мы берем в аренду, да, это длительный контракт на постоянной основе, то есть, ну, да, это стоит денег, есть официальные платежи за авторизации, за наружную рекламу, мы их выплачиваем, стоит денег, но не так, чтобы прям нельзя было себе позволить. А если вот вкратце, Гранд Мерси сейчас, это сколько у вас в портфолио продуктов, ну, то есть, вот так вкратце, чтобы было понятно. Обожаю эти вопросы, когда ты не готовился, ты не знаешь, что это на третий час. Ну, примерно, я не говорю прямо, чтобы в точности до грамма. Да, критерий экспертности сейчас будет немножко пошатан, потому что я не знаю, сколько у нас продуктов. Ну, примерно. Ну, я могу их просто пересчитать, то есть, цифру не готовил, то есть, в линейке макарон, это 10 SKU артикулов, продуктов, а в линейке круп, это три основных вида риса, гречка и крупы, ну, наверное, еще 5-7 позиций. То есть, итого до 25 позиций представляет из себя бренд Гранд Мерси. И сколько лет уже компания? Компании 15 лет, 13 февраля 2002 года, за один день до Дня влюбленных, мы зарегистрировались. Тут есть одна история, мало, наверное, кто ее знает, ну, в общем-то, ее не сильно есть откуда знать, мы ее не афишировали. Мы подали так документы, чтобы нас зарегистрировали 14-го. Ну, вот какая-то была такая идея, это еще 15 лет назад. Оттуда сердечко появилось, да? Ну, нет, мы просто подали на День влюбленных, а получилось, что уж не знаю, какой там, хитростью, нехитростью, нас оформили 13-го. Как так произошло? Для меня до сих пор загадка. Мы хотели 14-го. Ну, наверное, тот, кто нас зарегистрировал, видимо, решила, что 14-го надо быть дома, и сделала нам документы 13-го. А вы как-то верите в силу цифр? Я не могу сказать, что я верю, то есть, я не увлекаюсь, то есть, верить, наверное, можно в то, что как-то, ну, ты изучаешь, поддерживаешь, там, увлекаешься. Нет, но с цифрами у меня очень хорошо обстоят дела, я имею в виду вот в том плане, который вы спросили. У меня есть цифры, которые мне, моей семье по жизни очень сильно помогают, в компании в том числе. То есть, есть три разные цифры, которые очень сильно помогают. Я не буду их называть, потому что, как принято, большинство подобных цифр ставят в виде пароля. То есть, 1, 2, 3, 4 не самый популярный пароль, самый популярный, наверное, те цифры, которые чем-то ассоциируются, конечно. Нет, на самом деле, ничего секретного, это простые цифры, то есть, их легко угадать от 0 до 9, и, в общем-то, есть определенное количество комбинаций. Те, кто, специалисты, смогут, наверное, просчитать, сколько комбинаций от 0 до 9 при 2 или 4 циферном коде. Это несложно подобрать. Хорошо, если, допустим, так взять, вот 15 лет компании, это будет большой срок, особенно в Молдове. И вот изменения, допустим, 15 лет назад, когда вы только начинали, и вот то, что сейчас, какие ключевые моменты кардинально изменились в вашем позиционировании? То есть, что именно стало, знаете, было белое, а сейчас красное, сердечко у вас было желтое, а теперь оно красное. То есть, именно что основное изменилось за эти 15 лет? Я думаю, вы задаете вопросы и вправду. Это, во-первых, говорит о том, что вы, ну, правда, очень подготовленный человек, и сейчас это абсолютно никакой не, как слово называется, не комплимент, а это констатация фактов и дань должного, констатация должного того, насколько вы уже имеете большой опыт и задаете вопросы очень точечно. Мало того, точно, вы задаете те вопросы, на которые точно стоит каждому из нас задумываться, потому что это, в общем-то, то, что нас двигало вперед, и, собственно, это все, что нужно нам делать, это то, что нас привело когда-то к успеху, в общем-то, повторять потом. Я не задавал себе такой вопрос, но ответ на него знаю. Основное, что изменилось с 2002 года, это наполненность бренда идеей и эмоциями. Вот это самое важное, вчера, да, вчера, воскресенье, я проходил один тренинг, восьмичасовой, и поразился следующим, тренинг не был в бизнесе, он, в общем-то, был немножко о таком личностном росте, чуть-чуть про другие вещи. И я поразился одной вещью, ну, всем известный пример, Apple, никакой рекламы, ничего тут невозможно сделать, то есть все прекрасно понимают. И был поставлен вопрос, а что, собственно, Apple. И, ну, конечно, разные люди говорят разное, то есть где-то это качество, где-то это идея и так дальше, но, по сути, если брать на примере Apple, то все то, что есть у Apple, есть у любого другого бренда, ну, то есть тактильность, то, что это смартфон, ну, и прочие-прочие функции, то есть по факту это просто наполнили качественной идеей и уже, ну, не знаю, слово, может, не подберу, эмоциями, той политикой внутренней идея бренда. Вот я так ассоциирую, мы, безусловно, ну, сказать, что далеко, наверное, это будет неправильно сказать между нами, как брендами, пропасти, но есть вещи, которые правильно подметить и воплощать. Мне очень нравится фраза, что ничего, фраза, это из Библии, если я про белых знаниях, надо будет... Библию перечитать. Да, надо будет перечитать, но нет ничего нового под чем-то, да, это хорошо бы помнить, то есть ничего нового не придумаем, мы, в общем-то, находим в окружающем мире или в окружающем пространстве, в людях, в действиях, все то, что уже когда-то было придумано, и мы, в общем-то, это в той или иной форме интерпретируем, и если еще мы это улучшаем, то получается вот тот самый качественный продукт и прочее. Конечно, чтобы стать лучшим, первым, то нужно повторять лучшие технологии, лучшие опыты. Смотря на то, как развивается компания 186 в списке, наверное, ты не станешь первым. Надо смотреть на тех, кто первый, кто лучший на уровне идеи. Мы не делаем смартфоны, мы не настолько глобальны, но нам никто не запрещал и не сможет запретить подсматривать и улучшать те идеи, или применять их, которые где-то или когда-то кем-то уже были созданы, и применять их в своей практике, в своей бизнесе. Точно так же, как и к развитию человека, нам ведь никто не запрещает, всем известно, что нужно вести здоровый образ жизни и так дальше. Увидел, делай. Ну, допустим, компания Grand Mercy, она топовая на рынке Молдовы? Ну, оценок, к сожалению, никаких нету, в Молдавии нету, к глубокому сожалению, тех компаний, которые могут дать квалифицированную оценку. Ну, то есть, есть компании, но это не международного уровня компании, как есть в России, в Европе, в Украине. Это тот авторитет, который мог бы... Да, ну, еще и глубина анализа. А анализа, то есть, я знаю компании, которые в Молдавии это делают, их мнению можно доверять, то есть, нет вопросов. Но это все-таки не международные компании, и сказать, что оценка, рейтинг проведен такой-то компанией, если это компания международная, да, в это верится. Не в обиду никому в Молдавии, но если делается оценка в Молдове, то уровень доверия к ней, это мое личное мнение, она будет ниже, чем в сравнении с какой-то крупной международной компанией. Ну, Нильсон, например, то есть, одна из известных на слуху у тех, кто, то есть, рейтинг, подтвержденный агентством Нильсон, и рейтинг молдавской компании, ну, к сожалению, работает не в нашем... Но, по вашему ощущению, вы в топе? Мы точно можем сказать, что мы входим в тройку основных игроков по тому продукту, который в марке Гранд Мерси является ключевым. То есть, однозначно, мы в тройке. Ключевой это? Ну, это крупы, собственно, то есть, марка Гранд Мерси делится только на два направления. Это крупы, туда мы подразумеваем все виды круп, рис и все, что сыпется, в общем-то, и кушается еще, потому что сыпется многое, кушается только то, что мы фасуем. И макароны, здесь у нас есть куда шире поле, у нас макароны из твердых сортов пшеницы, без рекламы, просто для того, чтобы определить. А на рынке Молдовы большей частью присутствуют еще пока, или так, исторические макароны, обычные, ну, они называются еще там советские, то есть, это обычные мягкие сорта пшеницы. Здесь не о плохом или хорошем, это просто разные продукты, вот и все. Окей, а если, допустим, взять ваш формат правления, то есть, вот вы жесткий руководитель, либо демократичный и гибкий, вот как происходит у вас управление в компании? Ну, тут нужно немножко разделять два этапа, первый мой жизненный этап, до рождения моих двух замечательных близнецов я был менее демократичен на всех этапах, от постановки задачи до контроля и исполнения, до результата, после рождения близнецов у меня произошли, ну, внутренние уже мои личные процессы изменения, я стал, я убрал одну из частей, на текущий момент управление в компании происходит по следующему, ну, ключевому принципу. На этапе постановки задачи и обсуждения демократия полная, то есть, пожалуйста, сколько угодно мнений, сколько угодно обсуждений, идей и так дальше. На этапе исполнения возвращается дубинка, все должно быть четко дедлайны и так дальше. Если мы берем человека на работу и он не знает слова дедлайн, пойди погуляй, то есть, тоже недавно слышал, мне приятно вспоминать какие-то моменты, ну, наверное, это у каждого из нас, один из тренеров говорил, мы брали маркетолога на работу, не маркетолог, там, руководителя по проекту, и спросил его, что такое дедлайн, он сказал, линия смерти, хорошо, с тобой все понятно, как бы линия смерти, вот у нас дедлайн это не линия смерти, крайний срок, когда умри, но сделай. То есть, по идее, если вы человеку даете задачу и он, ну, в свой рабочий день не успел выполнить, он должен остаться, задержаться? На самом деле, не продуктивно, не эффективно, мы называем это морковка сзади в виде дополнительного рабочего времени, на мой взгляд, она неэффективная. То есть, я делаю все для того, чтобы мы в этом году перешли на другую систему, которая мне намного ближе, и которую я, наверное, могу сказать, не верил, но я считаю, что за 5-8 рабочих часов, они разные могут быть, эти часы, но за 5-8 рабочих часов, 5 дней в неделю, человек может и обязан достигать того результата, который ему были поставлены. Здесь есть два всего аспекта. Первый, насколько была правильно поставлена задача, насколько она была точно понятна, и были ресурсы, инструменты для достижения, включая знания, полномочия и так дальше. И уже отдача от сотрудника. Есть всего лишь два варианта. Или руководитель неправильно, не точно, неконкретно, либо с непредоставлением полномочий выдал задачу, у нас это принято только в письменном виде, либо сотрудник не справился, и тогда идет другая часть вопроса и разборов, по какой причине. И дальше выясняется простой перечень причин. Это могут быть компетенции, туда же знания, навыки, непринятые или неправильно использованные полномочия, ну и так дальше. Это, в общем-то, про бизнес-обучение, про, в общем-то, все то, насколько я понимаю, можете и обучаете вы, ваши тренеры, и, в общем-то, вся система бизнес-обучения в Молдове, ну или вообще уже глобально в мире, потому что сейчас это доступно и очень хорошо, и это тренд абсолютно точно. То есть, если, получается, ваш сотрудник не успел, ну вот рабочий день закончился, и он не успел, вы ему даете возможность, чтобы он задержался на работе и довыполнил? На текущий момент да, но уже я с этим не согласен, я прошел, в том числе, свое личное обучение, прочитал книги, применяю сейчас на практике. А почему это плохо? Почему это, ну, это же принято во всем мире, ну, не успел, задержался там, ночь не поспал. Мы поменяемся с вами ролями сейчас. Я очень многому от вас уже научился, и чувствую, мы будем с вами вот в таком обратном варианте. А где во всем мире принято? Вот давайте начнем с Востока. В Японии? В Японии так принято. В Японии так принято только по одной причине. Мне кажется, если директор не ушел, ты не имеешь права выйти из офиса. Но там это связано, ну, там нужно понимать, там культура абсолютно точная. Очень часто говорят, вот в Японии так. В Японии нужно понимать, что это исторически. Кому будет интересно, есть очень много книг и про Тойоту, про становление всех тех бизнесов. Для того, чтобы у нас так было, мы должны быть японцами во всех смыслах. То есть, это должно быть исторически заложено на генетическом уровне. Для этого нужно, ну, я так предполагаю, там, два, три, четыре поколения. При этом, ну, я думаю, что у нас это вообще невозможно. То есть, это немножко про другое. Принято есть еще одна статистика, и тоже я с радостью поделюсь. Ну, правда, она не касалась Молдовы, она касалась России. Российские менеджеры работают больше всех в Европе, больше всех по времени. При этом у них самая низкая эффективность. Вот это обратные вещи. И это не потому, что кто-то устает и прочее. Это уже про другое. Это про инструменты, про контроль, про много вещей. Но мы-то прекрасно понимаем, что эффективно можно работать в часу 45 минут. И это не просто статистика, это факты уже проверенные. А в день, ну, до 8 часов после этого невозможно. Просто невозможно. Эффективность после 8-часового дня падает очень сильно. Поэтому я не верю в то, что задерживаясь на работе, можно улучшить результаты. Улучшать нужно подготовку к этим результатам. Вот тогда нужно спросить, если у тебя было все. Вот это один из, наверное, базовых, один из, правильно именно сказать, принципов компании. То есть моя задача выставить правильно, точно задачу, оценить верно, если лицо исполняющее сможет с этим справиться, уточнить, если он справится, все вопросы ему ответить. И если он подтверждает, то дальше он работает сам до момента дедлайна, либо до какого-то промежуточного. Задачи бывают разные, бывают на час, на день, на месяц. Соответственно, разный контроль по времени и глубине должен происходить. И по итогу, если не получилось, тогда вопрос в любом случае к руководителю. Что не так? Я пришел к этому выводу, он, я скажу сейчас, очень неприятную вещь для всех руководителей. Имейте в виду, что за ошибки подчиненных всегда отвечает руководитель. Причем отвечает не тем, что он материально или морально. Это его вина. Именно слово вина, потому что выдав задание подчиненному, ты должен осознавать, он справится или нет. И если ты неправильный выбор сделал, то есть дал не тому подчиненному, неправильно использовал пакет, неважно, полномочий, инструкции, контроля и так дальше, ты виноват. Ты выше его по позиции, ты должен понимать, справится он или нет. То есть, если получается, все дано по регламенту, и вроде понятны и задачи, и исполнение, и все есть, и сотрудник не выполнил. Получается, его нужно уволить? Либо, потому что здесь уже спорный вопрос, тут вроде все дано. Ну вот, есть же, допустим, как в школе, есть отличники, а есть двоечники. Да. Вот, ну, человек стал отличником по разным причинам, ну, с рождения умнее, там, я не знаю, либо амбиции больше, целеустремленнее и так далее. Так же и здесь, то есть, получается, если сотрудник не выполнен, значит, нужно просто уволить? Ну, на самом деле, это самый простой метод, и, в общем-то, многие руководители так и принимают, безусловно, абсолютно точно. Я такими же методами руководствовался, ну, в общем-то, наверное, ну, не знаю, смешно это или плакать, но, наверное, вот таким образом мы дошли до 22 человек. Постеленно. Я, во-первых, я очень критичен и требовательен сам к себе, поэтому я могу, это, в общем-то, ну, достаточно публично, я сейчас так говорю, достаточно публично, то есть, так понимаю, сейчас на всю Молдову, во весь интернета, учитывая охват аудитории КМБ, то я так понимаю, что это реально на всю Молдову сказать, что да, неправильные методы управления людьми, в данном случае, приводят к тому, что то лицо, которое некачественно, слово неправильно, оно не случайно. Оно совсем точно отражает, некачественно принимает решение или делает выводы, оно, в общем-то, потом и должно расплачиваться за это. Я, собственно, сейчас за это и расплачиваюсь. Но у этого крайне негативного момента есть очень большой плюс. Я увидел все, абсолютно все тонкие моменты, я увидел, где рвались цепочки, и сейчас, нарисовав схему заново, схему это органеграмма, схему это бизнес-процессы, схему это отсутствие, либо наличие, либо исправление в действующих регламентах, правилах и так дальше. Теперь любой новый человек, который придет, ему положат на стол папочку конкретно, которую ты должен изучить до того, как с тобой подпишут трудовой контракт. Изучил, сдал экзамен, добро пожаловать. Возвращаясь к вопросу, я его не забыл. Ответ здесь зависит от стиля управления. На мой взгляд, на сегодняшний день я ближе к тому, чтобы прежде чем с человеком попрощаться, взвесить, во-первых, что ты получишь, если ты его уволишь, и что ты, ну то есть что выиграешь, что потеряешь. Это первая стадия. Вторая, ну нужно помнить, что рынок Молдовы, он ограничен качественными кадрами, и на его место придет другой, а будет тебе с ним легче или нет, ну суди уже сам. Поэтому есть третье действие, я его для себя принял как разумное. Заключается оно в следующем, проанализируй несколько ошибок, то есть если это один и тот же человек и какие-то повторяющиеся или просто большее количество ошибок, проанализируй, поговори, то есть есть инструмент, для меня это просто процедура, как разобраться в ситуации, поговори с человеком, задай ему правильные вопросы, выслушай, почему причины, потому что иногда мы можем и не знать, в чем в общем-то истинная причина, почему человек не справился. А отличник он троечник или нет, зависит всего лишь от двух параметров. Первое, от того, в чем, ну собственно была реальная причина, потому что человек мог просто не сказать, то есть там на каком-то разборе полетов он просто не говорит, в чем была причина, а там оказывается кто-то его подвел, он не хотел там раскрываться, кого-то подвезти и прочее. Но есть еще и вторая причина, это желание, его наличие либо отсутствие. И вот если желание у человека есть, у меня в компании такой человек всегда будет работать. Я расстаюсь без обсуждения, если я вижу, что у человека нет желания. Желание всего, развиваться, обучаться, расти в должности, в опыте, в коммуникации и так дальше. Вот если желания нет, это точный крест. Если желание есть, все остальное это задача руководителя научить, если это желание реальное. Не показное, потому что, ну попадаются, наверное, такие люди, которые, да, я очень хочу, но между хочу и делаю есть такая пропасть. Вот она очень большая. И фраза, не помню, к сожалению, кто ее сказал, но между попой и диваном доллар не пролетит. Да, то есть, ну вот никак это невозможно. То есть, ты ничего не делаешь, то есть, ты только говоришь, что ты хочешь, но ты не делаешь, ну, к сожалению, чудес не случается. Вот конкретно в этой области чудес не будет. Наоборот, если ты имеешь желание и выстроил правильный план достижения цели, никаких проблем. И как раз про достижение цели, про постановку целей и задач, я предполагаю, что у меня будет уникальная возможность рассказать тем слушателям, которые будут на конференции. А вот такой вопрос, если вот мне просто очень интересно, вот эта папочка секретная, которую вы даете потенциальному сотруднику, как, то есть, из чего она состоит, то есть, если это не секрет? На самом деле, абсолютно не секрет, и я более того скажу, большое заблуждение является, что если вдруг такую секретную папочку получить, то будет вам это, да. Абсолютно бесполезная штука. Объясню почему. В руках не понимаешь. Нет, 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 дело не в непонимании. Дело в том, что каждая компания имеет свою специфику. Эта специфика не товаропродаж или процедур. Своя специфика, я бы назвал ее внутренние правила, установки и так дальше. Может, чуть-чуть непонятно формулирую, но то, что работает у вас, не работает у нас. И так абсолютно у всех. То есть, ну, теоретически могут, конечно, там найтись несколько компаний, у которых плюс-минус оно совпадает. Взять за идею, пожалуйста, но внедрить, то есть, я, наверное, сформулирую так. Самый глупый будет человек, который, получив, ну, например, там какую-то самую известную транснациональную корпорацию, не знаю, Procter & Gamble, я не знаю там кто, вот взять ту папочку, которая вот такая интересная, хорошая, и внедрить у себя. Мое мнение, я вот не разбирался в этом, и точно не могу назвать себя здесь ни экспертом, ни даже знающим, но я предполагаю, что эффект от этого будет минимальным. То есть, я думаю, что больше будет вреда. Данная папочка, это не сборник из интернета, есть такое очень уж ошибочное мнение, что есть очень хороший путь скачать из интернета инструкции, регламенты, бизнес-процессы, не знаю там еще что, и внедрить это у себя. Ну, наверное, только самые неопытные люди могут так поступить, эффект будет от этого очень плохой. Это я точно могу сказать. Все внутренние документы компании, это разработанные теми специалистами, которые сидят на этом рабочем месте, занимаются этим процессом. Они их прописывают, описывают, после этого идет достаточно сложный, кропотливый и очень неприятный процесс редактирования, возвращения, обработки, изменения, и так дальше, и так дальше, от ошибок смысловых до элементарных ошибок оформительских, текстов и так дальше, до отображения на листе, потому что большинство это не просто текст. Большая часть инструкций, документов, это какие-то скриншоты с программы, неважно, это может быть 1С, это может быть как работать в интернете, это те или иные шаблоны писем, договоров, всего того, что нужно в каждом, скрипты, разговоров и так дальше. Все это то, что нужно в повседневной работе любому из сотрудников в этой компании, в этих условиях, в этом конкретно направлении бизнеса, вопроса и так дальше. Вот, в общем-то, секрета там нет. Он состоит, я кратко, наверное, описал, из чего он состоит, это папочка, то есть, вот подобный документ. Стандартный набор для работы, для эффективной работы сотрудников. Там есть внутренние правила, там есть политика, там есть стратегия и так дальше, и так дальше. То есть, те вещи, которые доступны всем, но папочка у каждого отличается внутри у топ-менеджеров. Серьезнее, интереснее документы, у остальных ровно по тому, сколько им нужно знать. И, допустим, если так, обрисовать модель, я хочу попасть к вам на работу, прошел собеседование, далее получил папочку, ее изучил, по принципу начинаю сдавать тест, ну, на знание этой папочки, как я понимаю. И далее, ну, в зависимости на какую функцию я был, так сказать, устроен на работу, вы мне уже даете указания, которые я должен выполнить. Оставаться после работы уже не в тренде в вашей компании, соответственно, указания, они каким образом идут? То есть, у вас система по email идет, либо у вас есть какая-то программа, либо вот некоторые пользуются, допустим, Todoist. Вот это достаточно популярная программа. Я знаю, вот в компании Токанова очень долго, я не знаю, как сейчас, очень долго пользовались программой Todoist. А мы пользуемся Todoist, я вам скажу правду. У вас какая программа? Ну, у нас есть большее количество, мало того, мы вот буквально, ну, окей, это в апреле уже будет, мы внедряем абсолютно и новый софт, и новые программы, новые тренды. Ну, это будет, а сейчас? Сейчас это общий чат-мессенджер, в котором вся информация дается в тех или иных чатах, разделенных по направлениям, по информации и так дальше. То есть, задания выдаются в такой форме. Это что-то вроде Viber, который между... Это Skype, на данный момент это Skype, да, то есть общие чаты по тематике. То есть, а почему именно в такой формате? Ну, Skype это быстро в реальном времени можно написать, это не письмо, когда ты отправил, человек увидел, не увидел уведомление, посмотрел, то есть он увидел, сразу реагировал. Здесь именно речь о задачах, о коротких поручениях, точечная задача, пойди то, сделай то, ну, окей, глубина задачи, конечно, разная бывает, но указания в том виде, как вы сформулировали изначально, они не даются. То есть, есть план работы на месяц, есть те или иные показатели, которые сотрудник должен достичь, у него есть период отчетности, у кого-то это ежедневный по тем иным задачам, у кого-то еженедельный, у кого-то ежемесячный. Ну, здесь, я думаю, все плюс-минус одинаково в этом плане работают. Отдельные поручения, они, да, могут даваться в течение дня, вот в такой форме, ну и, соответственно, те поручения, которые выданы здесь и сейчас, то по ним контроль достаточно быстрый, в каких-то случаях мгновенный, в каких-то случаях это конец дня. То есть, это система быстрого оповещения, быстрых задач, сообщений, в общем-то, и ответной реакции такой же. Скажите, вот по вашему мнению, вот достаточно распространенная проблема в многих компаниях, когда берется человек на работу, и вот, ну, видно, что эффективность, к сожалению, желает лучшего. Но расставаться сложно, это опять искать нового человека, это опять обучать, это много времени, сил, энергии. Вот в вашем понимании, что лучше, обучить человека, все-таки дать ему шанс, дать ему возможность, либо все-таки попрощаться, чувствуя, что он не дотягивает, искать нового. Вот вы какой политики больше придерживаетесь? Тут, наверное, правильнее говорить не о политике, а об опыте компании. Да, об опыте, да. Значит, что интересно, мой опыт и политика разные дают, да. Да, значит, расскажу вначале об опыте, самые эффективные продуктивные менеджеры были возвращены в нашей компании с нуля, самые. Большая часть из них, к сожалению, к сожалению, вот тренд, наверное, последних трех лет покинула страну, ну, соответственно, покинула компанию, мы, да, остались в дружных отношениях, но они, соответственно, не могут сработать, находясь на другом континенте или в другой стране. Ну, это самое печальное, но они были возвращены у нас от начала, да, кто-то из них пришел с тем или иным небольшим опытом, но набрались они основного опыта и дали результаты, работая в нашей компании. Это то, что говорит опыт. И, в общем-то, все те, кто работают на сегодняшний день, пришли с минимальным набором опыта и знаний. Мы их взрастили сами, процедура или система позволяет, а точнее я бы назвал обязывает. То есть, тот, кто не учится, не развивается, в общем-то, ну, с ним разговор, я сказал, выше, как происходит. Ну, он недостаточно короткий, на самом деле, да, сам разговор в итоге короткий. То есть, я, к сожалению, для них владею техникой увольнения и разговор короткий, вы уволены, до свидания. И все. Да, дальше может быть какой-то разговор, но решение принято и после этого оно уже не обсуждается, я исправлюсь. Нет, до этого вначале нужно выяснить и принять решение, после этого разговор, решение. То есть, когда человек начинает говорить, ну, я же исправлюсь, дайте мне еще один шанс, поверьте, вот сейчас будет все по-другому. Вот до трех раз это может работать. А ты три раза? Нет, нету цифры три. То есть, если один раз человек сказал, что он исправится, ему даются задачи, разбираются вначале, в чем были причины, после первого раза уже видно. Но и вправду мы не можем не то, что даже судить, а принять решение, что вот после первого раза он был, не важно, там, 10 пунктов, которые он должен исправить, изменить и прочее. Шесть выполнил, четыре не выполнил. Хорошо или плохо? Непоказательно. То есть, это можно смотреть в какой-то динамике. Обычно для меня процесс от понимания, что человек не соответствует и до окончательного решения, это примерно три месяца. То есть, ну, так просто уже сложилось, я так для себя это определил. Хотя есть случаи, когда с человеком расстаешься мгновенно. То есть, это ситуация, когда человек перешел ту или иную грань тех запретов, которые существуют для меня лично. То есть, не укради, не обмани и так далее. То есть, те вещи, которые нельзя пропускать. Многие, к сожалению, я знаком с такими, окей, это и партнеры, и клиенты, и близкие люди, которые пропускают. Моя позиция в этом плане жесткая. Нельзя пропускать то, с чем ты не согласен. Вот у меня есть эти определенные для себя сформированные принципы. Если ты пропустил это один раз, это плохо. То есть, ты должен с этим, ну, по крайней мере, ты должен с этим бороться. Если вот взять в завершение нашего разговора, посыл зрителям, чтобы стать высокоэффективным руководителем, лидером, какие книги вы читаете, какие фильмы смотрите, кто для вас является, ну, вот, даже не то, что ментором, примером. Вот, знаете, ну, возможно, Стив Джобс, потому что вы называли компанию Apple. Вот, если вот так развернуто ответить на вот эти три момента, значит, какие книги и фильмы смотрите, читаете, и каких бизнес-тренеров, так сказать, уважаете. Второе, какой лидер для вас является примером, и почему. И третье, может быть, какой-то посыл, какая методика эффективности у вас вот есть выработанная своя. Я разочарую еще раз. Еще нету? Слушателей, да. Всем очень хочется иметь какую-то волшебную таблетку. И, в общем-то, это, наверное, наша общая, ну, беда, боль. Скажите, как нужно делать, и мы будем делать так, и будет результат. К сожалению, как нету ее в медицине, этой таблетки, как нету ее в построении, не знаю, там, личных отношений, бизнеса, в спорте, в здоровье, нету ни в чем таблетки. Есть набор инструментов, с помощью которых можно дойти до желаемого результата, до цели. И приведу, наверное, очень близкий всем пример. Я знаю, что слушатели или подписчики КМБ, основная аудитория, это все-таки молодые люди. И еще часто звучит слово тренд. Сегодня есть тренд на хорошее физическое состояние, на здоровье и так дальше. Отвечая на вопрос, какая книга для вас больше всего вам нравится, или считаете для себя ее, не знаю, талоном, это примерно то же самое, что вы меня спросили бы, как находиться в хорошей физической форме, и я бы вам сказал, отжимайтесь. И это было бы решением. К сожалению, нет такого ни в спорте, ни в одной из сферы. Есть целый набор инструментов, я не ухожу от ответа, я наоборот, я его просто закрываю туда, куда каждый из нас должен дойти. Если вы спрашиваете, какую книгу, читайте разные книги. Самое важное, чтобы вы читали то, к чему вас тянет. Если вы хотите лично развиваться, читайте книги по личностному развитию. Если вы хотите развивать компанию, процессы, читайте бизнес-тренеров. Я не хочу называть имена по разным причинам. Во-первых, даже не столько с точки зрения рекламы или корректности. У меня их достаточно много. Я последние пять лет очень активно занимаюсь собственным развитием, развитием компании, очень много читаю, очень много всевозможных семинаров, конференций онлайн, вживую и так дальше. Таблетки нету. Выстраивайте себя сами, отвечайте изнутри себя на те вопросы, которые у вас есть. Я о том, как ставить правильную цель и достигать ее, расскажу на конференции. И предполагаю, что это будет очень увлекательно. Я сейчас чуть-чуть закину огонька или как изюминку. У меня не будет, я не знаю, правильное слово, лекция, доклад, как трактуется. Мастер-класс. Мастер-класс. У меня не будет мастер-класса. Те, кто придут на конференцию, я готовлю сюрприз, он будет заключаться в следующем. Мы выберем одного человека, который назовет свой пример, и мы все вместе покажем, как, какими механизмами, инструментами составить план по достижению цели. Вот это к вопросу, как развиваться. Про тренеров я сказал, я не буду, не хочу, наверное. Пример личности, которая для вас является эталоном управленческой деятельности. По энергичности? Вообще, по тому, что вы считаете, что компания X, ее руководитель, лидер, он на самом деле для вас ближе к идеалу. Вот из-за Стив Джобс, там, допустим, я не знаю, может быть, его манера. Сложный вопрос. Я не задался. Давайте, чтобы я был откровенен, у меня нет ответа на этот вопрос. Либо компания, которая вам нравится. Я не определил. Очень много компаний. Вот здесь, наверное, туда же к вопросу о таблетке. У меня нет того, кто нравится мне больше всех или меньше всех. У каждого из компаний есть какая-то своя изюминка. Это уже выработанная для меня. Политика, позиция. То есть я прекрасно понимаю, что вот у этой компании я могу подсмотреть, позаимствовать вот этот инструмент. И вот в этом они молодцы. Сказать, что есть идеальные компании. Ну, если про пример Apple. Да, это мировой лидер. Но это, наверное, такой тренд. Вот мне нравится, как Apple. Ну, да, отлично. Многим нравится. Да, многим нравится. Но давайте вспоминать, что у компании Apple, несмотря на все ее всплески, была пятая серия, которая достаточно сильно провалилась. или Samsung, который, ну, можете представить количество людей, которые там работают. Ну, то есть, в общем-то, наверное, нетрудно зайти, и, наверное, будет видно, что там, ну, наверное, какие-то миллионы людей работают. Но у них был, тем не менее, провал. Я считаю, что компания международного уровня, она не должна допускать таких вещей. То, что у них отлично поставленная система менеджмента, не сомневаюсь. Но для меня, например, вот такой провал, я его, например, не приемлю. То есть, я не согласен с этим. То есть, как так можно было? То есть, они-то, конечно, они разберутся, они выяснят, в чем там причина такого провала. Не знаю, не могу судить. Поэтому на прямой ответ у меня нету. Я, наверное, две опции. Я не задумывался, не поставил, или нахожусь на стадии к определению, кто это. Но, наверное, еще есть и другая формулировка. Не создай себе кумира. Наверное, это тоже близко. То есть, есть те, кому хочется подражать, есть те, кому не хочется. Я умею обучаться и вытаскивать из того, что услышал, прочитал, увидел то цельное и нужное, что нужно мне на данный момент. При этом книгу или тот или иной вебинар, онлайн, трансляцию, неважно, вживую, сегодня и три года назад воспринимаешь по-разному. Так же, как книгу, я предполагаю, что многие из вас имеют такой опыт, прочитав книгу сегодня, вы находите, повторно, вы находите в ней то, чего раньше не замечали. Касательно фильмов то же самое, но это вообще отдельная история. А про фильмы огорчу, я не смотрю телевизор. Могу ли я посмотреть фильмы? Я могу посмотреть, но это может быть теоретически один раз в неделю, может быть по выходным. И то это должен быть фильм какой-то, ну прям я увидел какой-то, отзыв какой-то очень серьезный. Ну или это фильм какой-то про обучение, ну про какие-то процессы, которые помогают стать еще лучше. Стать еще лучше. У нас есть еще 30 секунд. Да, да, да. У меня есть не фильм, у меня есть, ну мне и фильм этот ужасно нравится просто, вот категорично здесь ужасно. Казино с Роберт Де Ниро, причем не из-за содержания, а из-за некоторых моментов. Кто захочет, посмотрит фильм Казино, Роберт Де Ниро в главных ролях, он сидит за столом и к нему должен прийти, забыл я уже по фильму, по-моему шериф, в общем кто-то из полиции. И он своему ассистенту говорит, через 5 минут мне позвонишь. Вот тонкий ход психологический, они поговорили 5 минут, ему звонок, никто соответственно ничего там не хотел, он говорит, ну все, у меня встреча, я должен убегать. Тонкий психологический момент, вроде ничего такого, ну вот нравится. Отлично. Друзья, я для себя понял одно, что волшебной пилюли нету, для того, чтобы достигнуть каких-то высоких результатов, должна быть совокупность того, что вы делаете. Если вы хотите найти какую-то книгу, которая вас настолько впечатлит, одна, ну вряд ли, это скорее всего совокупность каких-то книг на разные тематики. Также и фильмы, либо тренера, либо люди, к которым вы стремитесь, их должно быть не один, их должно быть несколько, потому что каждый лучше другого в чем-то конкретно. Так что я вам рекомендую больше читать, больше смотреть, а также делать, так-так, время действовать, как в клубе молодых бизнесменов, так же и в любой другой компании. Удачи вам в этом. Спасибо, Сергей, было очень интересно. Спасибо большое. Вы реально круто. Спасибо.